Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим про смарт-часы от компании Samsung, которые были представлены совсем недавно на выставке IFA в Берлине в 2017 году. Это Samsung Gear Sport. Мы уже делали обзор на, так сказать, родственников этих часов, которые тоже были представлены на этой выставке, Gear Fit 2 Pro. Его можно будет глянуть где-то вот тут в подсказочке или тут, сейчас не соображу, с какой стороны это будет. А сегодня посмотрим на кругленьких. И сразу скажу, не подумайте, что в названии кликбейт. Я в конце обязательно расскажу, почему себе бы я Samsung Gear Sport не купил бы. И это не потому, что я не похож на человека, который занимается спортом. Самое главное, что надо знать про Gear Sport, это то, что это скорее продолжение Gear S2, чем Gear S3. Об этом говорит и размер, и дизайн. Если Gear S3 более брутальные массивные мужские часы, то вот Gear Sport скорее женские. Они маленькие, компактные, с некоторыми ремешками даже очень такие миленькие. Кстати, о ремешках. Тут стандартное часовое крепление, поэтому прицепить можно любой ремешок, главное угадать со стилем. Оригинальных ремешков тоже хватает. Тут установлен классический, очень удобный поворотный безель. На нем основано все взаимодействие с часами. Это здорово, потому что для того, чтобы сделать какое-то действие, не обязательно нажимать на дисплей. Тут вопрос и в том, что он не совсем большой, а и в том, что он маркий. А так, покрутил, выбрал, пролистал, а дисплей чистый. Самое важное изменение Gear Sport от предыдущих моделей, это полноценная влагозащита на глубине до 50 метров. Причем сам производитель говорит, что дайвингом в них заниматься нельзя. И тут какая-то странная тогда ситуация получается, что же тогда можно делать, а можно в них плавать. И я вам скажу честно, если вы ныряете на глубину больше чем 5 или 10 метров, то лучше брать специализированное оборудование, которое глубину вам показывает, а не смарт-часы с уведомлениями. Именно благодаря этому Samsung Gear Sport полноценный помощник для пловцов, но об этом мы еще чуть позже поговорим детальнее. И если вернуться к дизайну и вообще в целом управляющим элементам, то в этих часах еще поменялся датчик сердечного ритма. Он оптимизирован и сделан так, чтобы даже если вода попадет между вашей кожей и самим датчиком, все замеры производились точно, правильно и быстро. И я вам скажу, что это хорошо даже не только в случаях использования этих часов в бассейне или где вы там плаваете, а и в случае использования их в зале, потому что во время тренировки рука потеет. И если вы потеете прям сильно, то показания сердечного ритма могли показываться не совсем правильно. Очень рекомендую во время занятий в воде плотнее одевать часы, чтобы они максимально плотно прилегали к телу. Если они будут болтаться и там еще вода будет, то пульс считается неверно. Gear Sport полноценные смарт-часы на Tizen, которые с каждым годом хорошеют. Вы можете получать уведомления со всех приложений, звонки, сообщения, в которые раз говорю, что это очень удобно, особенно с учетом больших диагоналей смартфона. Сообщений приходит много и каждый раз доставать телефон просто лень. Эти часы могут работать с iOS, только проверить у меня это не получилось. И это дело не в том, что Samsung что-то не доработали, это Apple что-то не доработали. Ну, я про iOS 11. А вот на Android есть куча дополнительных приложений, включая локальные. Ну, например, такси, уклон, приватбанк, новая почта и так далее. Я вообще думаю, что в конце 2017 года не надо долго объяснять, зачем нужны смарт-часы. Вот в 2015, я помню, объяснял, и там в комментариях споров было много. А теперь, ну, смарт-часы это стало повседневностью. Но давайте вернемся к теме спорта. Они же так называются? Samsung Gear Sport это личный помощник и тренер начинающему спортсмену или даже профессионалу. И вот главное отличие от узкопрофильных часов, которые там дико-дико спортивные, заточены именно под спорт, это, конечно же, то, что они остаются компактными, удобными и стильными. Что еще надо? Причем, что по своему функционалу они могут конкурировать с профессиональными решениями. Такими, которые вот так вот на руку одеваются, вот так, сюда вот так, датчик, на голову, еще какие-то штуки со всех сторон, а тут часы одел. Давайте посмотрим, что же они умеют. Считать шаги, мерить пульсы, количество пройденных этажей, причем с помощью альтиметра и барометра. Он же фиксирует поднятие по наклонной поверхности. Программа S-Health получает все данные и выводит разную полезную информацию, такую, как количество сожженных калорий и развернутые результаты ваших тренировок. Ну, а это было и в предыдущих моделях. А вот, что действительно поменялось, так это режим плавания. Причем, в предыдущих моделях он тоже был, но он просто отслеживал плавание, как обычную тренировку, и вы указывали ее интенсивность. Тут же ведется отслеживание грибков. Причем, самое интересное, что он не просто отслеживает, как вы машете руками в воде, а понимает стиль вашего плавания, причем очень точно. Вся, так сказать, плавательная составляющая абсолютно одинаковая с GearFit 2 Pro, а с ними я плавал в бассейне, и у меня есть что вам рассказать. Эти устройства с высокой точностью определяют стиль, темп и ваш пульс прямо во время занятия. К тому же и на Gear Sport, и на GearFit 2 Pro есть режим защиты дисплея от случайных нажатий во время погружения в воду. Это очень важный момент, потому что другие дисплеи начинают неадекватно нажиматься при попадании влаги. Тут с этим вопросом не возникает. Важная составляющая всей этой системы – приложение S-Health на вашем смартфоне. Это такой себе агрегатор всей информации о здоровье и о ваших тренировках. Например, если вам нужно следить за сахаром в крови, то тут это можно записывать. Сами элементы настраиваются, если у вас есть какие-то дополнительные гаджеты для здоровья и спорта, например, смарт-весы. Их тоже можно сюда добавить. Приложение не только собирает данные, а и мотивирует больше двигаться, достигать лучшие результаты во время тренировок. Мы указываем цели и видим, как они выполняются. Такой интерактив вроде бы очень прост, но на самом деле эффективен, потому что смотришь ты такой, на прошлой неделе ты просто пешком прошел меньше шагов, чем на этой. И думаешь, поехать на лифте или может все-таки по лестнице спуститься и хоть как-то подвигаться. Помимо приложения S-Health есть поддержка фирменного приложения от компании Speedo, а пловцы знают, что такое Speedo. Тут есть расширенные режимы, которые будут интересны в принципе не только профессионалам, а и тем, кто после занятия спортом любят поплавать в бассейне. Тем более во многих залах бассейны есть. Почему бы не отслеживать и эту активность? Из приятного в Gear Sport есть встроенный GPS. И можно, во-первых, более детально отслеживать ваши пробежки без смартфона, а также пользоваться навигацией на этих смарт-часах. Правда, я вот начал думать, зачем мне навигация на смарт-часах, если ты каждый день бегаешь по одной и той же траектории. А вот если ты куда-то поехал, то тогда это, наверное, будет интересно. Ну, и вообще в целом можно включить навигацию и, например, куда-нибудь идти, не обязательно во время занятия спортом. А вот за рулем, ну, как-то странно. Ну, в машине вы вряд ли, конечно, с навигацией поедете по смарт-часам, когда у вас телефон-то большой перед экраном. У Gear Sport есть 4 гигабайта встроенной памяти для сохранения музыки и использования беспроводных наушников на пробежке без смартфона. С современными телефонами-то особо не побегаешь, а так одел и побежал. Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание при выборе смарт-часов, это, конечно же, батарея. Тут, кстати, на 300 мАч. И с включенным режимом Always-On Display, это когда постоянно отображаются часы в таком, как черно-белом режиме, их реально хватает где-то на полтора-два дня, ну, примерно. Если же вы отключаете Always-On Display, то, в принципе, они могут прожить и 4 дня. Вы же поймите правильно, у всех разное количество уведомлений, и, соответственно, батарея будет садиться у всех по-разному. И вот, собственно говоря, возникает вопрос. Так, а че ж я вам тут рассказываю, какие хорошие часы, а сам бы себе бы я их не купил? Скажу честно, причина всего лишь одна. Мне кажется, что этот дизайн для девушки. Ну, вот на себе я такие часы не вижу. Вот вроде бы они кругленькие, но вот окантовка какая-то, ну, не знаю. Он прикольный. Я не могу сказать, что он плохой, абсолютно. Вот, ну, не мужской этот дизайн. Даже вот если поменять ремешки, все равно. Ну, это лично мое мнение. Если вы думаете по-другому, напишите об этом в комментариях. В остальном, это отличное расширение линейки смарт-часов от компании Samsung. Обратите внимание, Gear S3 никуда не уходит, и это дополнительная модель. Жизненный цикл у смарт-часов намного больше, чем у смартфонов, поэтому Samsung не меняет линейки, а просто расширяет. И пользователю доступно из большего количества моделей. Это приятно. Да и привлекаются новые пользователи, например, пловцы, как в ситуации с Gear Sport и Gear Fit 2 Pro. Пишите в комментариях, что вы думаете о Samsung Gear Sport. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал, а также на наши страницы в социальных сетях. Facebook, Instagram, Telegram, ссылочки все в описании. Всем хорошего дня, спортивного вам настроения. Пока!